Сегодня с нами Пётр Михайлович Цалко, директор Ветковского музея старобрячества и белорусских традиций имени Шклярова. В этом году в конкурсе «Познай Беларусь» этот музей стал лауреатом конкурса в номинации «Музей и объекты развлечения года». Добрый день! Рада витать вас и, конечно, рада поделиться информацией, где мы живем, чем живем и над чем зараз в процессе. Начнем, наверное, с банального вопроса. Расскажите про историю создания музея, как появилась идея и кто стоял у истоков. Ветковский музей – это такая интересная история, с одного человека, а с другого – целой нации. Потому что с основанием музея Фёдора Егоровича Шклярова, у меня и кого носится, а раз музей – это обычный ветковчанин. Ветковчанин с десятью классами адукации, в книгах профильных, специфичных его не было. Но после 40-х годов своего життя он может отказать на вопрос, что он сделал на этом свете, какую-то программу минимум – побудовать дом, посадить дерево и вырастить детей. Он выполнил. Но на главные вопросы жизни, кто мы, где мы живем, над чем мы стоим, он не смог сам себе отказать. Поэтому таким достойным взрослым он начал историю старообразничества. Он хоть и сам был старообразцем, но в 20-м году совершенно советский человек, со звичайной идеологией и раскладом життя того часу, не надоникаючи в духовную сферу, в религию, в сферу. И он, почему-то, кажется, этой изъявой не просто религиейно-духовно, а еще и в мастерской. Поэтому начинается сбираться коллекция, войная коллекция, иконы, писокнижная коллекция, в первую очередь. И уже в 1978 году он выращивает свою досково-модственную коллекцию, где были рукописы 16-го года, иконы 18-го, 19-го года ментов Ветковской регионы, передать в Державный музей. Вот из этого часа начинается история уже официального музея, и, кажучи, кто и наведывал музей ранее, Ветковский музей делился ранее на музей, который был в доме Шкляева, в этой коллекции его, и музей, который створился уже в новом бытинку. Вот сейчас это дом купца Грошикова, замужного купца Ветки. И это три поверхности экспозиции, которые развиваются. И на датчинный момент это фонд, примерно, 13 тысяч одинаковых захоронений. И это интересная коллекция, в первую очередь связанная с полным регионом. Регионом Ветковской, вельми интересного места размещения трех стран, сейчас Беларусь, Россия и Украина. Это культура, которая народилась, хочется сказать, культурами вот с неких трех помежных народов, и она уникальна в этом. Тому одна из самых выбитых коллекций, это икрас-таки первая, которую начал сбирать Федор Регорович, это иконопис, и книжная культура, это як рукописы, так и стародруки. И другой, вельми текавый крыло, это традиционный, это связано с традиционным текстилем, рушниками, традиционным строем, и обрадовая фольклорная частка музея. Поэтому вот шмат десятилетия, уже более сорока годов Ветковский музей працует, первое, конечно, музейное право экспоновать, сбирать. И вельми шмат мы едем в экспедицию, чтобы формирование самого музея, коллекции музея, относим до музея, но и как раз-таки связано с экспедициями. Сегодня я с вами разговариваю, а наши супрацовники в экспедицию снова поехали, и нечто новое, текавое сегодня так само привязать. Впечатляет. Музей действительно уникальный, и вот, может быть, вы расскажете, какие у вас предметы, коллекции наиболее значимые? Я уже поделился, что вельми важная культура старообразницкая, культура, которая начала формироваться в регионе Ветки. Ветка, как вы знаете, в свой час это был один центр во всем свете, где это позволялось молиться по-старому. Тому стекались сюда розные культуры, специально и новгородских, и слобода, и московских, и слобода, и ярославских. Словодовок, розная культура, и мы стеклись в один котел, и почали не створать новое. И вот, как и сказать про уникальные рейджи, это, конечно, уникальная коллекция иконопису, можно шарах без конца казать, але Ветку все ведают по одним из такими вельми цикавых иконографичных изводов, потому, что Никола отвратный, при этом отвратный в несучасном разумении, в некий дренетий, а отвратный тому, что он отвращает бес от человека. Это вельми глубокая психологичная такая иконография у всех, кто приезжает в Ветковский музей, у них на самом речи в образ, который за все это застоится, когда позерк Никола этого. Какой бы частых залов не был, все равно он за тобой сочет, позеркнет, и это подсвечения были в экспедиции, мы нам рассказали детям, мы говорили, вот эти кинопрацы пойдут, покинут нас дома, а мы там, вот, кажут, Никола будет за вами сочетать, мы на вот подложках сховаемся и все равно за нами глядеть. Ну, вот, это такой образ, который створили иконописцы, на меже такого, может, остатского портрета и иконы, когда она сам речь, вельми важная речь, у иконы это дух, душа, которая повинна быть, вот эта икона и на есть. И другое, вот так само вельми важное, что есть музеи, что застается заважды, с тем, кто попал хотя бы один раз, это традиционное отказство и неглубские ручни. То есть мы видим, что неглубская традиция отказства внесена в список нематериальной культурной спадщины Беларуси, и вот Ветковский музей володят сково-буйной коллекцией, и можно, на основе пяти витрын, например, просочить, как менялась традиция тягом одного ста годя. То есть початок 20-го ста годя и початок 21-го ста годя, я говорю, дякую тому, что вот есть мастеры, есть те, кто еще это в живой можем робить, то, как раз таки... Ну, я бы назвал две сошматрихих кропок, которые максимум их слупы, на которых все тримается, и которые все памятают, и, видать, которые достаточно высоким узором не представлены. Может, Вы про какие-то экземпляры расскажете нам какую-то необычную историю, связанную с каким-то экспонатом? Ну, вот тут самое приемное, завжды, когда видишь экскурсию, поскольку большинство экспонатов, которые мы имеем, мы привезли из экспедиции, то каждый имеет свою историю, нехто более интересную, нехто меньше, но есть такие знаковые экспонаты, которые формируют еще неким разумением света и вовле дальнейшего основания музея. Это уникальный экземпляр 16-го ста годя старого друг, это книга Ивана Федорова «Апостол», пешедрукар русский и украинский, который личится в оригинале и он представлен в экспозиции Ветховского музея. И история этой книги, она вельми показана до всей культуры старообразности, потому что, когда суперсовщики музея нашли на руках замечательных женщин в одном из поселков Ветховского района, она сидела, когда в окнах восьмых чамотки сонечных денег сегодня и просто листала эту книгу, глядела, ну, не листала, а читала ее. Суперсовщики заходят и, уже изведнувши в то неких моментах, все разумели, что в этой книге плюс-минус пол тысячи годов. Это такое внутреннее взрушение, когда ты заходишь в Ветховскую Звучайную Хату, а там вось таки ну, цуд, такая каштованность во всех ее материально и в духовном плане, и на первое запытание, те готовы человек продать эту книгу в музей, нам отмогое отказали. И другие, третий раз, а леу вынику неких расповедов, уговоров, женщина сказала, «Коли вам эта книга потребна, я вам отдам ее просто так, вы мне привезите только с великими литрами и мощным переплетом». А так и сделали, завернули книгу у Павла Басадский платок про Горжа Червоного, но хотя бы некий подарок хотелось и сделать, и неким чином традицию поднимать, потому что книгу не только было голыми руками, так само вот книгу брать. И когда передавали книгу, все ж таки еще раз запытали, «Чому вы отмойлися взять гроши? Мы можем еще заплатить». А на что женщина отказалась, вот глубоко скажу, и вельми проникненно, как бы разуметь эту культуру. И она сказала, «Да потому что не книгам мне належить, а я к этой книге». То есть вот эта и вся философия життя, той, что мы шукаем, не ведаем, в неких философских книгах, трактатах, к этой фразе сказала звычайно вязковая женщина, але которая была светом того, что культура створяет человека. А человек, да, он может развивать и одоление, але в першую чергу так. И вот в таких историях, в нашем атпрайке экспонаты, вот эти годы, вот 35 годы Чарнобыля, уже трагедия, которая, но все-таки для летковщины особливо стала мощной. Есть у нас особный проект «Голоса» в ширших деревень. Але вот про одну из книг, кольки мы уже заграннули эту книжную книгу, вельми шоковно упривожную, рукопись 19-го года, значит ли просто под соломенной крышей дома, который заховался. И хоть за все ее там больше полстого где лежал, чекал побольше. И зараз это от нас таких перлин музеях, где на них выходят паулины, совы, белки, скачать, кветки растут. То есть это райский сад, который мкнулся в особительную старобратцу своей культуры. Ну, хотя пару таких историй, за остальными приезжайте до нас в музее. Подскажите, пожалуйста, как организована экскурсионная деятельность? Может быть, в какие-то маршруты включен в музей? Ну, опять же, это вот маршрут «Золотое кольцо» в Голосещине есть, у нас великое есть, малое золотое кольцо. Там музей включен в этих маршрутах, и маршрут, который туристический маршрут, автобусный, который связан с культурой Ветховщины, но в начале самого Гомеля. Это культурная спадщина Ветховщины. И Гомель так же связан со старобратницкой культурой, сейчас Каспасова и Слобода, и он заезжает в Ухай, это садиба Пану Халецких в стиле классицизма, такая интересная, достатковая, как раз в Братце над ее ведется зараз, и в плане реставрацийных кольных Братц, и Пану Халецких, как раз таки тех, кто дозволим старобратцам приехать и поселиться на этой земле. Ну и сама Ветка, конечно. Плюс у Ветц мы пропонуем такой интересный маршрут, что город, дом, миф – Ветка знак вашей традиционной архитектурной резьбой, и есть что побачить, и в самим музее, где мы собираем великую коллекцию дровлян архитектурной резьбы, и в живом бытовании, на домах Ветховщины, как она развивалась, и как живет она этого часу. Мне такой альбом интересный, это несколько лет тому, под инициативой нашей организации Белорусской Зеленой Крышки будет сформированный транспомежный маршрут Днепровский паром, который вылучал широк музея объектов Хомельской области и Черниговской области. Тому тут и краски, и можно просочить, вот, например, садивы, как архитектура складалась, та же самая старобратницкая спадщина, которую там в реку и Черниговщина, там Добранка, Радоль, и, как мы можем говорить, Черниговский музей. Тому проехаться про Хомель, Ветку, Рычицу, Гою, Хойники, Брагин, и уже на украинским боку мы, вот, с Чернигов, Рэбки, Седньо, такие, ну, интересные, не просто некие разнородные кропки, а и краски, кропки, которые связаны, во-первых, с чергунекими охотными падениями. Это связано и в развитии, культурной спадщины, это и палацовая культура. Тому, возможно, еще такие транспомежные, особенно интересные, так само на территории Бранской области, как Россия, и, по-старым, культура региона нашего Новоколцы возникает, где Ветковско-Стародубский регион. Стародубщина, Стародуб, это старая назва Бранской области, и, где заховалась так само культура Старобранинская, культура традиционная белорусская, когда мы будем говорить про Неглубский строй, который у нас знакомит вёска Неглубка, то за российского облака, и, конечно, неглубчане, Просполе, это уже российские вёски, Верощайки и Ялоука, где носит Амальт, такие же стройы вельми подобные, и где вводят один из таких вельми знаковых обрадов похований стрелы. У нас есть и стрельный маршрут, особенно, заждаем немцы ориентоваться под текавность самих супрацовников, чтобы это было текаво и расповедать, и доследовать. И текавность, конечно, тех, кто приезжает, например, у нас приезжают из Москвы, из Петербурга, из Киева доследчики, то верьми важно показать не только один день а вот некие трёхдёрные, двухдёрные маршруты сквозь, есть у нас особные летники, видимо, в якости, то есть не один день фестиваля, как бы отбывался, но приехали и поехали. Люди приезжают на целый тыдень жить в вёску, и готовят, и пяют, и танчать, и учатся ткать само собой, в церкву ходить, в строях ходить, как бы, ну, вот его отчуть. Тому, и гнемся вот от таких неких глобальных маршрутов, в которые мы входим, например, музей, куда экскурсия заедена одну-две годины, и поехал вдалей, до неких таких локальных маршрутов самим складывать, как бы человек мог приехать сюда на неких идёнок, на целый тыдень, и попробовать отчуть всё-таки, не просто побачить, а еще и отчуть. Хорошо, ну, вернёмся, наверное, к нашему конкурсу, опять же, познай Беларусь, всё-таки ваш музей стал лауреатом главного туристического конкурса страны. Подскажите, участвовал ли ваш музей ранее в нашем конкурсе, и как узнали? Да. Ну, ранее, и только конкурс начинался, успешные разы. Ветковский музей так само был отзначен, на этом немеце, особенным званием за отданность традиции, номинация была, и уже как бы была история Ветковского музея в этом конкурсе. Ну, и каждый год, когда ученичаешь, в первую очередь на себе оправдаешь такой манты и журы, взглядишь в себе позиции и разумеешь, ну, и есть суседи, которые всё-таки ты... Ну, потому что мы шмат вандруем, шмат едем, шмат бачим, ездим с музея в музей, как бы, и тому мы разумеем, кто их працует. И, каля мы бачим, что есть, ну, мостная достаткова, то, в принципе, нам есть над чем еще працавать. А это год, двадцатый, и он был, заново богатый, тяжкий, до сферы туризма и музейной справы. Но это был такой выклик в упробовании и чему мы смело подавали заявку, потому что впевнено будет, что мы в упробовании и выклик всё-таки прошли. Нават не по колькости наведывальникам, бо и не скоротелись, а более как на треть, назовем так, приехала в музей всё-таки за этот час, но формат новый, аудитория новая, а коли мы будем сказать сколько там праглядов, речев, то и не пера, прочее, или далее, нават в наведывальность. Поэтому, рахтуя чемпионные позиции, конкурс одразу подает, мы сферозу так оцениваем, с кем мы працуем. Самое важное в нашей музейной сфере это не замыкаться на себе. Сегодня, гуляючи по Минску, уже поспешно наведать и национально-гисторичный музей, где цикавые выставы и монтаж отбывается, и культура евреев, которая презентована в одной зале национально-гисторичная. Цикавые подыходы, цикавые дизайнерские задумы, цикавая науковая праца, которая ведется, некие проекты, которые одни культуры, одних предметов. То есть, это все, мне не кажется, что это подгледили там, давайте. Нет, это все опыт, но не легко показать, что мы там заработали так, как и ты. Мы все равно бачим опыты, робим на своем материале, на свои места, но это самое главное, в любой из правильных незалежных музеях працуешься в супермаркете. Все равно опыты, самое главное, самое важное, что есть. Ну, как Вы правильно уже отметили, 2020 год был довольно-таки сложный, не только для туристической отрасли, а вообще для многих. Вот какие были предприняты эпидемиологические меры в Вашем музее, и как Вы преодолели вот эту кризисную ситуацию? Может, на какие-то другие новые форматы Вы перешли? Ну, по-перше, это, конечно, нечто такое стандартное, которое все были вышли в этой опрацовке, то есть на выходе, в этой масочной режиме, который был. Первый круг, на который мы пошли, мы разумеем, что в музее, все люди приезжают в выходные, и хоть все равно люди приезжали, но не хотелось человеку вырваться из этого всего, то мы працуем зараз без выходных, то есть 7 дней на тыдня, а для того, чтобы человек мог не размерковать все-таки. Час бы, ну, и сразумели, что это сручно, понеделок, который, амолюсь, музей выходные, тут выигрышный вариант, когда человек складывал себе программу, куда поехать, то он часто мы обытываем, и он скажет, выбрали Ваш музей, ну, кроме того, что вы добрый музей, к тому, что вы в понеделок общение. То есть, это так само, такой круг был добрый, и, конечно, переход, таки, большинство музеев, и нас, вот Эмлику, это такой интернет-простор. Одна из, махшим, самых первых, как только начались ситуации, Ветковский музей был проект Средообщения, где мы каждую середину в прямом эфире, в просторы музея, экспозиции, разговаривали про некую одну з'яву, один предмет, и одразу могли отремливать испытания, на них отказывать. и это, на махшим, был один из таких, и самых интересных, и удалых, речев, потому, люди реаговали, люди писали, и, навык, когда послаблялась вся ситуация, люди приезжали в музей, и сказали, а, так тут, а почему вы все не показали? Но, мы разумеем, формат, 10-15 минут, больше человек, и он отримал свою информацию, и он пошел далее. Может, поделитесь, какими-то своими планами, на будущее? Ой, планы, планы шмат, великих, цикаго, хочется, конечно, вандровать этот шмат. Ле, есть выставочные планы, а, например, вот, жахару столицы, мы порадуем их этим годом, когда все будет добро, у Червени, и у Жнивни, аж двумя выставами, первый, в Национальном остатском музее, связанный с Ветковским иконописом, темой огня, у Ветковской иконе, и, другая, в Национальном историческом музее, до Дня Пестивенства, вот, будет просвечена рукописной традицией Ветки. Вот, экспедиции, вот, с места, с Академией музыки, мы в этом году плануем на Витебщину, до Старобрацу Витебщины, вот, все ведают ветку, и Старобрацу, а на Витебщине, так само, это сково цикавая традиция Старобрацинская, традиция Рушников Старобрацинских, и тому, дякую, вот, с такой, доследчатся с Академией музыки в Вользе Барышниковой, мы в этом году плануем, вот, направиться, той на керунок, то, бак, тема Старобрацинства, и на, ну, в нашем разуме, все-таки, регион так, а Беларусь так само, и на шматгранная, вот, в этом плане, и Старобраце Беларуси, это цикавая зяла для дальнейшего навучания, это протягнуть наши, конечно, проекты в формате, таким, и онлайн формате, который есть, и на нашем ютуб канале, мы уже запустили, каждый месяц будет, таки, таки, новови видеоролик про праздники. Выходит, в частности, и он с одной иконы, вельми важной для ветки, праздники, она так и называется, Девусе Центр, там, воскресенья Христова, и вот такие праздники, маленькие, такие, я называю, это церковный календар, вот кори человек вздорога, в образном спроме, какие святые, это очень важно для него и каждый месяц некая интересная икона иконография, которая святкуется в этом месяце будет нашим науковым сопротивлением раскрываться максимально в нашем месте по науковой праце Галина Эргоровна Нечаева в этом году в иконный экран президента Республики Беларусь и как раз таки белорусские иконографии Ветковской иконе вот, а в этой части не заразумело что есть Ветковская икона русские, вы понимаете и в русской иконе старобраться и на нашатке русской культуры белорусы все же таки на территории Беларуси находится тоненький вверх но сам речь это вот такая сиява вельми яскравая и вот разобраться ну мы сами разумеем, мы приходим на голое место, мы из Ливана не живем мы все равно обучимся, чем у соседей мове, там колористы, циадиньо культура ежа, все-все но мы кнемся не в свою кухню додавить, например, приправы некие, которые мы бачим у наших суседях в наших традиционных гардероб мы бачим так само суседей и это нормальная сиява для культуры то в этом году это доследование выстава белорусской иконографии в Ветковской иконе и это доследование мы уже замовили у нашего майстра по РСБ перниковой дожки и таму будем пекче перники в Ветковской я думаю, что это в таком формате живым когда человек пришел в музей зробил себе перник а на выходе теплый перник уже отрывал и да так что вот давайте до нас вот завидуйте ну и конечно классичные наши некие мастер-классы школка бытового танца вот летом, когда все доброе то мы снова планируем целый тыд уже не в небось пожить у неглубцы с разумением что такое неглубка что такое ткатство ну, планы шмат можем еще эту программу изнять но я думаю, лучше приехать и побачить это все в живое ну что, спасибо вам большое за увлекательную беседу может быть, вы хотите передать привет своим коллегам? ну, конечно коллегам это те, кто на самом речи вельми отданные люди те, кто приезжает в Ветку некоторые из разных краев для которых Ветковский музей это такая целая семья и которые все таки живут в памяти про нашего засновальника Федора Рыгоровича Шклярова который завжды казал что мой музей это не казенный буденок это дом, куда приезжают люди и хочет снова и снова вернуться потому что Ветковский музей это целая семья которая завжды гостина чекает, сустракает и рада расповести не расповести, а поделиться всем что им надо дякую великим спасибо 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 спасибо